Обычно в Шиловском фельдшерско-акушерском пункте не так многолюдно. В день здесь принимают до 20 человек. Но сегодня почти каждый приходит по записи. В ФАП приехали специалисты областного центра общественного здоровья и узкопрофильные врачи из Сенгелеевской районной больницы. А также волонтеры-медики. Приезд докторов приурочен к всероссийской акции «Добро в село». Вообще этот проект «Добро в село» у нас в области работает в третий год. Цель этого проекта в том, чтобы приблизить медицинскую помощь к населению на территории. Потому что, к сожалению, население у нас возрастное, здесь в том числе в сельской местности. И это очень востребованный. Вот такой момент, вот такой проект очень востребованный. Проект условно включает в себя три блока. Первый – медицинский. Когда специалисты выезжают в район и обслуживают местное население, чтобы выяснить, кому и что грозит. В зоне внимания, как правило, пенсионеры. Прием ведут врач-терапевт, невролог, окулист, кардиолог, эндокринолог. Второй блок – образовательный. Это проведение бесед, индивидуальных бесед с пациентом, с населением, о ведении здорового образа жизни. Ну, возможно, где-то обучение элементам первой помощи, элементам скандинавской ходьбы. Тоже мы очень это продвигаем. Это образовательный блок. И немедицинский блок тоже прорабатывает волонтеры медики. То есть это уборка территории перед ФАПом. Ну, где-то какие-то такие мелкие работы на ФАПе. Медицинский блок проекта также включает подымовой обход, приема, консультацию волонтеров-медиков. Специалисты работают в селе целый день и обслуживают в час около 10 человек. У меня все нормально. Но есть люди, которые не ходят, которые плохо ходят. И для них это палочка-выручалочка. Хорошо, что приезжает вот эта программа. Специалистов много. Это очень хорошо. Проводить сатурацию, термометрию, измерять давление к жителям Шиловки и Зульяновска приехал Суканто Саха. Врач-терапевт родом из Бангладеша, вот уже 30 лет живет в России. В частности, на родине Ленина и лечит местных пациентов. Доктор хорошо владеет русским языком. Говорит, осмотр не требует лишних слов. Медицинские термины пациентам ни к чему. Главное – правильно поставить диагноз. Терапевт признается, что охотно поддерживает подобные акции. Любит ездить в районы. Я люблю поехать в районы, в Селу. Там люди более добрые. И они нуждаются. Их не надо лечить. С ними надо просто беседовать, бесслушивать. Чуть-чуть добрые слова говорить, и они уже доволен. Они отличаются от городских. После осмотра в ФАПе наш врач-терапевт и волонтеры-медики отправляются на подомовой обход. Первая на очереди – 82-летняя Галина Фёдоровна Шишкова, инвалид второй группы, блокадница Ленинграда. Вы вообще качеством-то довольны? Я слышала, аптеки нет у вас, да? Аптеки нет. А так-то, конечно. Ложитесь, ложитесь. А так, конечно, что тут? Ну, позову, приходят. А не зовёшь, ведь помимо меня ещё люди есть. А как вы лекарства получаете? У вас же госаптека, если вы... Аптеки нет. У меня сын в Ульяновске живёт. Ему звоню. У нас всё время была аптека. Это вот года два или три, как закрыли. Аптека необходима, понимаете? Вот я не могу поехать в Сенгелеи. Акция «Добру в село» в этом году пройдёт вплоть до 31 октября. Следующий пункт назначения – село Абрамовка Майнского района. За три года «Добра» обследовано более 700 жителей сёл. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ из Сенгелеевского района.